МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О санитарной очистке города на неделе в Кумертау пройдет третий всероссийский фестиваль «Золотой Сапсан». На сегодня в этом конкурсе заявлены тысячи участников из пяти регионов России. Помимо этого, на совещании обсуждались зафиксированные случаи распития спиртного в общественных местах. Представители правоохранительных органов в свою очередь доложили о восьми фактах продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. На минувшей неделе была также отмечена активизация клещей в городском округе. В частности, главврач городской больницы сообщил о четырех случаях обращения с укусами насекомых. Начало противоклещевой обработки в парковой зоне запланировано на утро вторника, 23 апреля. Также сегодня в администрации подводили итоги конкурса лучшие муниципальные служащие города Кумертау. Он проходил впервые и включал в себя целый ряд заданий. От написания диктанта до проверки знаний действующего законодательства. О том, кто стал победителем в нашем первом материале. Сразу двум событиям было посвящено мероприятие, что проходило сегодня в стенах местной администрации. Во-первых, в календаре знаменательных дат в этом году появился новый профессиональный праздник – День местного самоуправления. Он теперь будет отмечаться 21 апреля. А еще завершился конкурс лучшей муниципальной служащей города Кумертау. Кстати, к муниципальным служащим относятся работники администрации, финансового управления и Совета городского округа. Всего их около 70 человек. Конкурс проводился в разных номинациях. Одна из них – служение городу. За задание «Наша миссия» награду получили архивный отдел, а финансовое управление – за высокую корпоративную культуру. В номинации «Самый интеллектуальный муниципальный служащий» за знание законодательства была награждена Екатерина Парфенова. Она сотрудник финансового управления. Лучшее структурное подразделение по работе с населением за задание «Написать ответ» получил архивный отдел. «Умный документ» – номинация, где было задание подготовить муниципальный правовой акт. Ее победителем стал отдел экономики. Самым интерактивным муниципальным служащим названа начальник архивного отдела Любовь Попова, а самым открытым структурным подразделением – Совет городского округа. Наша работа – это служить каждому и маленькому, и взрослому, и старому человеку, и сохранять память о тех, которые создавали этот город, строили и развивали. Лучшим молодым муниципальным служащим объявлена Екатерина Парфенова, перспективным муниципальным служащим – Сергей Кияткин. Все главные награды взял архивный отдел города. Он стал самым лучшим структурным подразделением, а начальник этого отдела – Любовь Попова – лучшим руководителем структурного подразделения. Любовь Александровна и стала победителем конкурса «Лучший муниципальный служащий города Кумертау». Екатерина Соломатина, Денис Тихонов, Новости. «Библионочь» – так называется всероссийская акция. В ней участвовали библиотеки страны. Централизованная библиотечная сеть города Кумертау приняла в этой акции самое активное участие. Под покровом темноты читальные залы всех девяти библиотек городского округа распахнули свои двери. Правда, почитать в эту ночь в библиотеке мало кому удалось. Зато нужно было увидеть все то многообразие форм и методов по привлечению молодых пользователей к чтению и книгам. Татьяна Сафонова продолжит. 19 апреля на улице Карла Маркса расположился своеобразный библиотечный мини-арбат с выставками и мастер-классами «Искусство без границ». Тут можно было научиться мастерить кукол своими руками, поучаствовать в мастер-классах по ошибанию, скраббукингу, квилингу, узнать о самых новых книгах. Книжные персонажи в ярких сценических костюмах, буквально ожившие с любимых страниц, прогуливались по библиотечному арбату. Горожане взрослого поколения знают дорогу в библиотеку. Акции «Библионочь» мы хотим привлечь побольше молодого читателя, побольше молодых людей, чтобы узнали, что в библиотеке интересно, не скучно. Мы готовы быть площадкой для таких людей, которые не боятся выражать свое творчество, готовы вносить что-то интересное, новое в культуру и разнообразить жизнь кумертаум. Флэшмоб организованной библиотекарем с целью создания рейтинга лучших книг от горожан тоже состоялся именно на библиотечном Арбате. «Таинственный остров», «Жульвер». Хорошая книга, «Таинственный остров». Вносим ее в рейтинг, да? Обязательно. Никто из прохожих не удивлялся, когда к ним подходили и спрашивали, помните ли вы книгу, которая потрясла ваш внутренний мир? Какую книгу вы бы порекомендовали обязательно прочитать? Концерт самодеятельных артистов и творческих коллективов города развернулся прямо у хода в центральную библиотеку, привлекая прохожих к участию в акции «Библия ночь». Продолжилась «Библия ночь» в читальном зале центральной городской библиотеки «Арт ночью». Ведь акция, нацеленная на поддержку творчества и чтения как образа жизни и развития литературного процесса, объединяющего всю Россию, предназначалась именно молодому поколению горожан. На «Арт ночи» были приглашены творческие коллективы и люди самых разных музыкальных направлений. Принцип свободного микрофона привлек к библиотеку почитателей рэпа, рока, фольк-рока и других модных молодежных направлений музыки. Исполняли стихи и песни собственного сочинения. Творчество не знало границ, импровизация захватывала всех участников вечера. Татьяна Сафонова, Александр Шевцов, Денис Тихонов. Новости. Яркие коллекции, смелые дизайнерские решения. В минувшие выходные в Центре детского творчества прошел фестиваль детско-юношеской моды. Больше 30 коллекций разных направлений и стилей представили юные модельеры. На показе моды была и наша съемочная группа. На один день Центр детского творчества превратился в планету красоты. Третий год подряд здесь проводится региональный фестиваль моды. В этом году мероприятие посвящается юбилею города и 95-летию системы дополнительного образования. Программу мероприятия открыли модельеры города Кумертау. Студия моды самоцветы в прошлом году стал обладателем гран-при. Всего же в конкурсе своей коллекции представили 20 коллективов из 12 городов и районов республики. Мы очень рады, что у нас с каждым годом все больше участников. И я всем вам желаю сегодня победы, впечатлений и самых ярких воспоминаний от нашего города и от нашего праздника. Спасибо вам большое за то, что вы в нас верите. А если вы будете к нам приезжать, то значит праздник у нас не закончится. Внимание зрителей жюри были представлены народные костюмы, современные платья и авангардные коллекции. В каждой работе воплощены оригинальный замысл и творческий подход. Одни выполнили коллекцию из нетрадиционных материалов, другие использовали необычный крой и формы. У всех своя тематика. Наша коллекция называется «Магия сказки». Мы решили воплотить в жизнь многих принцесс, королев, из сказок русских. И наши лица скрыты под маской, потому что мы хотели дать возможность каждым юным девушкам, возможность поставить на наше место себя и узнать, как будет смотреться она на нашем месте. Кроме оригинального пошива костюмов, комиссия оценивает выступления модельеров. Их артистизм и сценическую культуру. Поэтому презентации каждой коллекции проходят как творческий номер. С нами работали преподаватели и учили нас, как правильно танцевать, как правильно шить, показать себя, играть. Идея проведения фестиваля появилась в 2011 году. Это один из немногих конкурсов, проводимых в республике. Фестиваль дает возможность раскрыть талант детей. У нас в Центре детского творчества, давно уже 25 лет развивается театр детской и юношеской моды. Получил свое начало он еще в 80-х годах. И после этого наши девчонки сами создавали костюмы совместно с педагогами. Выезжали, участвовали в конкурсах, которые проводились в городе Иваново, в Оренбурге. И как бы возникла эта идея в связи с тем, что в республике у нас не было такого конкурса, куда могли бы дети сами создавать костюмы, шить их и представлять. До этого времени фестиваль проводился среди учреждений дополнительного образования. Но для участия в следующем году уже заявки подает детские модельные агентства. Так что в будущем планируется, что конкурс станет открытым республиканским. По итогам конкурса в этом году гран-при завоевал театр моды города Кумертау с коллекцией «Озорные зимние деньки». Мы продолжаем следить за ходом экологических субботников в нашем городе. Кумертау потихоньку начинает преображаться. От снега он почти освободился. Скоро должен освободиться и от мусора. Правда, не без людского влияния. Важная роль в этой работе отводится специалистам Дома управления. В первую очередь дворникам. Дворник – профессия востребованная. Специалистов этого дела сегодня не хватает. Зарплата небольшая, а объем работы немаленький. Да и людей, задумывающихся о труде тех, кто поддерживает в городе чистоту, мало. Так что дворник – профессия хоть и нужная, но особой популярностью не пользуется. Зульфия Мухаметярова работает дворником около года. Свою работу старается выполнять хорошо, потому что считает, любое дело нужно выполнять на совесть. А потому Зульфию Сайфуловну в Дома управления номер 7 называют одним из лучших дворников. Не важно, какая работа, главное, чтобы работать, чтобы убираться, чтобы и самой радоваться, и других радовать. Порядком, чистотой, я думаю, я бы везде смогла. Я люблю порядок, чистоту и на честность, и на качество. Вот это я люблю. Работа дворника и зимой, и летом напряженная. Зимой они очищают дворы от снега, весной и летом убирают мусор. А в экологические субботники нагрузка еще больше возрастает. После таяния снега, помогали снегу таять, раскидывали его, конечно, и очень-очень много мусора вышло из-под снега, очень много бутылок, бумажек, банок, ну, такого бытового отхода, скажем так, который у нас раскидывает жителя. И сейчас в основном идет уборка именно вот этого мусора, листвы старой и подметания. В район номер 7 две бригады, в их составе 16 дворников. За каждым из них закреплены свои участки. В основном это 3-4 жилых дома. Сначала они убирают свою территорию, а потом помогают в уборке территории, где нет дворников. Сейчас у нас дворников мало, поэтому больше на нас нагрузка идет, кто остался. Увольняются, многие болеют часто. Поэтому не успеваем даже убирать свои территории, нужно убирать другие, свободные участки. Мусор – главный враг дворников. С ним они борются постоянно. Весной они также приводят в порядок дворовые площадки, белят бордюры, украшают клумбы. Екатерина Соломатина, Владимир Прищепа, Новости. Выступление артистов любого ранга на селе всегда праздник. Вдвойне приятным становится это событие, если артисты – свои же земляки, односельчане. Народный ансамбль «Вечерка» Бахмутского сельского дома культуры регулярно радует жителей села своими песнями. На итоговом концерте коллектива побывала Елена Камская. В селе Бахмутку Юргазинского района при сельском доме культуры более 8 лет существует народный ансамбль с истинно народным названием «Вечерка». Созданный по инициативе сельчан, он часто радует земляков выступлениями. Раз в год «Вечерка» организует особую встречу со своими почитателями – итоговый концерт. Участникам коллектива на сегодняшний день их 9 человек за 60, но это является лишь стимулом к творчеству и общению с публикой. Выступление мне дает заряд молодости. Я живу одна, скучно сидеть дома, дети все разлетелись. Придешь сюда, такое настроение поднимается, поговорим, повеселимся. Ну, в общем, большой заряд. Единственный мужчина в ансамбле – Михаил Аборин в самодеятельности с 1961 года. Петь он начал еще будучи подростком. Был такой ансамбль мальчиков. Вот там я начал сольную свою карьеру. Был солистом в ансамбле. И до сих пор помню, что прощерся пели, шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем. Командир полка. Вот это я запевал, а ребята подпевали. Несмотря на то, что главное для артистов – это песни и возможность общения, количество публики в зале и ее реакция – немаловажный фактор для творчества. Когда зал полон, приятно. Когда нас встречают, когда нам хлопают. Говорят нам комплименты. Молодцы. К сожалению, публика в этот раз не оправдала надежд коллектива. Но те зрители, которые присутствовали в зале, получили истинное наслаждение от русской песни. Спасибо вам огромное за то, что вы вот так душой относитесь к нашему населению. Поете, отдаете себе. Да, вот песню. Бог вам дал талант, но вы его не жалейте, вы его отдаете людям. Спасибо вам огромное. Участниками концерта стали и артисты районного Дворца культуры «Молодость» села Ермолаева, порадовавшие зрителей современными песнями и шляграми 80-х. Поехали меня, удача, а захочешь, а мне бери. О, нет, я не наплачу, кого хочешь, выбери. Программа получилась на любой вкус. Безусловно, те жители села Бахмут, особенно молодежь, которые жалуются на отсутствие культурных мероприятий на селе, пропустили встречу с прекрасным. А по мнению участников народа в ансамбле «Вечерка», именно песня – душа и основа жизни на селе. В спортивном зале Башкирской республиканской гимназии интерната номер 3 прошли соревнования по волейболу. Их участниками стали люди с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Эти состязания отборочные для чемпионата России. Соревнования среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата проводятся в нашем туре второй раз. В этом году встретились три команды – спортсмены «Зуфы» и «Гено» и «Кумертау». Это сильные соперники, говорит участник соревнований Артур Гараев. Игра интересная, но сложная. Ну, как бы сказать, да, за нас сели несколько физруков, тоже не можем выиграть. Два года назад такое произошло, провели соревнования. И сейчас это, вот второй раз. Уже вот в тот раз было две команды, сейчас уже три. Просто вот народ набираем, подтягиваем людей. Это очень тяжело собрать, шесть человек хотя бы, чтобы подошли, собрались, там очень тяжело. Волейбол «Сиди» – это паралимпийский вид спорта для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В основном правила игры соответствуют правилам классического волейбола – счет, замены, переходы, перерывы. Но есть небольшие различия. Размеры площадки в волейболе «Сиди» – 10 на 6 метров. Сетка на уровне 115 сантиметров. Можете стоять, бегать, там, что хотите делайте, но когда мячик вы принимаете, у вас пятая точка должна сидеть на полу. Все. Вот это одно из правил. Соревнования являются отборочными. Самые ловкие и сильные спортсмены будут включены в состав сборной республики для участия в чемпионате России. По итогам этих встреч спортсмены Кумертал завоевали бронзу. В Республиканском культурно-методическом центре «Дуслык» состоялся концерт, посвященный юбилею города. В нем приняли участие творческие коллективы Кумерталского филиала ОГУ. Студенты филиала – активные участники городских мероприятий. Кумерталсам хорошо известно творчество таких коллективов, как вокальный квинтет «Фиеста», ансамбль «Свежий ветер», дуэт «Вдохновение». Вот и на этот раз концерт собрал полный зал зрителей. Он стал хорошим подарком к 60-летию Кумерталу. Все выступления были посвящены любимому городу. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова